Про меня я работаю в AppAM Systems, то есть интересуюсь в принципе всем, что происходит в мире, не только Java и вообще разработки IT. Спикер на некоторых конференциях, то есть активный участник JAG Key, JAG UA, вот, ну и также в различных очень программах в рамках AppAM участвую, ну то есть там educational программы, различные engineering productivity в таком духе. То есть это пропустим, то есть stream API, начнем со stream API, то есть на самом деле. То есть что это такое? Ну, во-первых, stream API, это как бы stream в JAG 8, который появился, да, это абстракция, которая позволяет вам работать, то есть применять различные bulk operations, так называемые, да, над данными. То есть это не структура данных, самое главное понимать, что это, ну, stream, это не новая структура данных, то есть это не дополнение к collections фреймворку, да, то есть это, оно, ну, внедряется, то есть очень тесно взаимодействует с collections фреймворком, но stream позволяет вам делать различные операции над вашими коллекциями данных, ну то есть над вашими структурами данных, вот. То есть также в стриме очень легко и флюент делать цепочки различных операций, то есть цепочки, как бы, method chains, да, вызовов различных операций, то есть очень легко сделать pipeline какого-то преобразования, да, ну то есть дальше вы увидите, что под этим подразумевается, вот. Также есть такое понятие как lazy evolution stream, ну, я, наверное, на примере чуть-чуть больше на этом остановлюсь, потому что так сейчас будет тяжело понять, вот. Также, наверное, самое основное, что многие просто, ну, бредят, чем многие бредят, когда слышат про стримы или знают про стримы, это тем, что это встроенным параллелизмом стримы, то есть в Java наконец-то, ну, как бы, появилась некий встроенный в язык, ну, параллелизм, да, то есть мы уже, вам не нужно для того, чтобы сделать какую-то, ну, распараллелить какую-то операцию, например, да, вам уже не нужно все руками делать самим, там, заводить fork join pool, к примеру, или какой-то executor service, самому форкать какие-то среды и так далее, то есть в основном для, особенно для таких натурально простых операций, где вы хотите распараллелить какое-то, ну, какое-то преобразование вашей, например, коллекции, да, там, допустим, замапить элементы коллекции куда-то, вычислить там сумму, вычислить там, допустим, не знаю, там, среднее число или еще что-то, вы это можете, в принципе, все распараллелить с помощью стримов, причем практически не меняя код, да, то есть это очень важно, то есть вы просто говорите, ну, то есть вы просто говорите стрима API, что вы хотите работать, ну, распараллелиться, вы хотите, чтобы ваша операция распараллелилась, и все, Java это делает за вас, то есть причем с внедрением этого, ну, как бы стрима API в Java 8, сам язык, ну, сама библиотека тоже получила бенефит от этого, то есть потому что это не просто API для вас, что вы можете делать какие-то свои там операции параллельно выполнять, да, это еще и многие операции на коллекциях и там на array, которые были уже в Java долгое время, например, те же там, там, сортировка array, да, которые там в arrays, в классе arrays много есть операций различных полезных, то многие из этих вещей теперь можно выполнять параллельно, причем, ну, то есть это все на уровне библиотеки предоставляется, вот, ну и, конечно же, это тоже еще одна вещь, которую сейчас очень-очень все про это кричат, и, то есть это functional programming, если вы знаете и слышали, что это такое, то есть это сейчас очень популярная парадигма, то есть на самом деле, ну, многие толком и не знают ООП, но тем не менее все-все как бы очень кричат, что functional programming это круто, вот, ну, то есть сегодня у нас, ну, мы не будем углубляться много именно в functional programming и использование как бы стримов и ламда экспрессионов, ну, то есть и точнее даже построение каких-то конструкций functional стилей в Java, то есть мы в это не будем углубляться, то есть на это, ну, много есть отдельных докладов, потому что это очень такая обширная тема на самом деле, ну, очень интересная, вот, на самом деле на Java Day завтра, мне кажется, будет один доклад там, где, я не помню, кто будет рассказывать про как раз то, как делать functional programming в Java теперь уже, вот, но просто стримы привносят возможность в Java писать не только объектно-ориентированный код, который мы всегда писали, ну, пытались писать, я надеюсь, вот, но и functional теперь можно программинг делать в Java. Вот, ну, вот приблизительно про то, что я говорил только что на словах, вот как выглядит, ну, вот, один из примеров использования Stream API, когда, ну, вот, даже вот особенно классно, что многие из вас, например, не особо знакомы, да, у нас со стримами, с лямбда экспрессионами, но если вы просто прочитаете, вот, ну, как бы, код, просто прочитаете, даже не зная конструкции синтаксис, то мне кажется, что для многих будет, ну, в принципе, очевидно, что здесь, что здесь происходит, то есть вам не нужно, как бы, трейсать глазами через вложенные for и через вложенные if, да, то есть тут достаточно все понятно, ну, понятно, что есть какие-то сокращения, то есть здесь мы идем, то есть transactions, то есть есть какая-то коллекция транзакций, да, ну, там, набор транзакций, то есть мы по ним идем, фильтруем эти транзакции, там, по возрасту, там, покупателя, к примеру, да, то есть потом мы достаем, то есть нам, допустим, не интересует вся информация в транзакции, нас интересует только seller, мы вот делаем операцию map, map get seller, да, то есть мы получаем из каждой транзакции, мы получаем чисто seller и получаем уже не stream транзакции, а уже stream seller, потом мы говорим distinct, это многие, ну, все из вас, я думаю, знают еще из SQL, то есть это мы получаем только уникальных seller, но потом мы говорим, хотим отсортировать этих seller по имени, отлично, отсортировали, то есть тоже абсолютно понятный синтаксис, да, sort, seller, get name, все, и потом for each, опять-таки оно интуитивно понятно, то есть мы по каждому seller пробежались и вывели его имя в output, да, то есть видите, разница, ну, потом мы увидим, то есть я покажу много примеров кода, где есть примеры старого, как мы делали до Java 8, как мы писали коды, как мы пишем сейчас или можем писать сейчас, вот, там вы увидите, что на самом деле здесь, если так задуматься, практически нету более plate кода, да, тут практически все, что, ну, то, что написано, оно несет какую-то семантику, да, нету просто конструкции ради конструкции, ну, то есть, ну, практически нету, то есть вы спросите, как вы можете получить стрим, а как угодно, на самом деле, как угодно, тяжелее его не мочь получить, на самом деле, то есть вы можете получить стрим из любой коллекции, это самый очевидный вариант, вы можете получить, то есть прямо создать in-stream range, я тоже покажу пример потом, то есть это, например, вы хотите просто, чтобы у вас был, вы хотите проитерироваться от 1 до 1000. Вот раньше вы всегда писали for, но сейчас можно это сделать как бы стрим от 1 до 1000. И вы уже будете потом что-то делать с этими индексами. Можете все что угодно потом делать. Я покажу пример, оно такое немножко переключение мозга идет. Потом array stream опять-таки можно получить из array stream. Buffered reader lines. Очень полезный метод, когда вам нужно из файла, например, вы хотите начитать все строки из файла и что-то потом с ними сделать. Правильно? То есть это такой классический пример. Вы сейчас можете сразу получить стрим строк в файле и потом вы можете парсить легко файл ваш. Вот, ну и так далее. То есть очень много вариантов. Теперь второе это что же такое лямбда теперь. То есть стримы чуть более не менее понятно, что это такое. То есть лямбды, ну, есть много определений, но на самом деле я склоняюсь это понимать все-таки как анонимная просто функция. То есть это как некая функция, но то есть в Java нету понятия просто как functional interface, ну, я имею в виду именно как функция. То есть в Java все классы, типы какие-то. То лямбда, то есть она не имеет своего как бы класса, да. Вы не должны описать свой отдельный класс для какой-то отдельной лямбды. То есть лямбда это просто функция, как анонимная функция. И вот примеры, в принципе, примеры синтаксиса, то, как вы можете ее описать. То есть на самом деле, что содержится в лямбде? В лямбде содержится набор аргументов, понятно, которые приходят в ходные аргументы функции. Потом вот такая стрелочка, да. И потом, собственно, expression, ну, не обязательно это однострочный expression, это может быть и кусок кода, да, ну, некие кложи, да. То есть это может быть какая-то операция, ну, понятно, что тело функции по сути. По сути аргументы и тело функции. Ну, и возвращаемый тип, это, соответственно, тип, который возвращается из тела функции. Причем очень часто эти различные типы, они инфорятся. То есть, ну, type inference, это вот внизу тут, да. То есть когда мы пишем, мы можем просто написать P. P это функция, функция от P, которая возвращает вот такой, как бы, булеон на equals. То есть мы, видите, мы нигде не указываем, например, что такое, какой тип P. Но на самом деле тип P будет вычислен и понятен из контекста того, где лямбда будет использоваться. Понятно. Но, например, return type тут понятен, что это будет булеон, правильно, потому что вызывается getName equalsName. Вот. Но, опять-таки, ну, на примерах я как раз покажу про то, точнее, это будет следующий слайд про то, как же понять, какой тип, да, как можно из контекста это понять. Вот. Еще также тут, конечно, с этим нужно аккуратно быть, но, в принципе, у вас есть возможность из enclosing контекста использовать какие-то переменные в вашей лямбде. То есть, но, я же говорю, почему с этим надо аккуратнее вести себя? Да, потому что, по-хорошему, в идеале, поскольку это как бы функция, то в идеале, чтобы она, во-первых, не имела никаких сайд эффектов, да, и, во-вторых, в идеале, чтобы она работала только с теми аргументами, которые к ней приходят. Да, то есть, пришли аргументы, вы их как-то пропроцессили и выдали какой-то результат. То есть, не сильно хорошая практика использовать переменные из enclosing контекста, хотя вы это можете делать, ну, понятно, что с некоторыми там ограничениями. То есть, вы, эти переменные должны быть effective final. То есть, вы не можете, например, модифицировать переменную, но это, во-первых, и мега плохая практика, вот, но и, в принципе, ну, даже компилятор вам не дает. То есть, он принимает, то есть, вы можете использовать только effective final переменные, которые просто как значение подтянуть внутри лямбды. Ну, и method reference, еще один вариант, как бы, синтаксиса, еще один вариант описания вашей, ну, вашей анонимной функции, это просто взять, как бы, ссылку на какой-то существующий метод. То есть, у вас есть, например, какой-то класс, да, и в нем есть какой-то метод, то вот этот метод может выступать в роли функции, правильно? Потому что любой метод, это, по сути, как некая, ну, функция или процедура, да, то вот его можно взять вот так вот и, как бы, выдрать из контекста и сказать, вот, это, это вот, ну, моя, моя анонимная функция, которую я могу передать куда-то дальше. Понятно, да? Ну, чуть-чуть, да, ну, когда на примерах будет понятно. Ну, вот, например, вот этот, например, object to string, это что такое? Это, по сути, у нас есть функция с такой же сигнатурой, то есть, сигнатура этой функции, это будет сигнатура метода to string в object, понятно? Ну, то есть, да, ну, и я же говорю, самое главное, что теперь вы можете делать, ну, это, опять-таки, применимок к functional программингу, то есть, вы теперь можете, ну, передавать behavior в явном виде, ну, как данные, то есть, вы, как бы, теперь в качестве аргументов каких-то, ну, между методами, которые вы вызываете, да, в качестве аргумента вы можете передавать не просто какие-то данные, а можете передать функцию в качестве аргумента и потом ее использовать в вашем контексте. Вот, ну, еще один пример method reference, то есть, вот, просто пример того, какой, то есть, пример анонимного класса, который раньше вам нужно было писать, например, для того, чтобы создать файл, фильтр некий, вот, но, как вы видите, очень много конструкций, которые, как boilerplate code, да, то есть, очень много конструкций, которые мы просто вынуждены были писать, но на самом деле здесь важно только то, что будет вызываться на файле, будет вызываться метод canRead, да, и все, собственно, вот, и поэтому вы теперь это можете заменить, то есть, выберите файл-фильтр, у меня есть файл-фильтр, который на самом деле равен вот такой, вот такой функции, да, и эта функция будет приведена вот к этому типу файл-фильтра, потому что, по сути, у файл-фильтра в теле только одна функция есть, вот она вот просто в явном виде она описана, понятно, и видите, то есть, здесь уже только, ну, нужная информация есть, то, что у нас берется файл, и на нем вызывается canRead, все, вам больше ничего на самом деле не нужно, если задуматься, и такой же вариант, вот, аналогичный с использованием method reference, когда мы говорим, что мы будем вызывать canRead на файле. Ну, тогда, 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 то есть, тогда бы его нельзя было просто так заменить на лянду. Ну, ну, да, ну, то есть, не обязательно анонимный, вы, конечно, можете какой-то статический класс там, но, но просто вот, вот так вот, in-place, in-line заменить на лянду, вы бы, как бы, не смогли, ну, если бы это было, например, интерфейс с двумя методами нереализованными. То есть, если у вас есть, например, интерфейс, где один дефолтный метод уже реализованный, ну, понятно, а один, ну, паблик нереализованный, да. Где, вот тут вы? Ну, конечно, будет, ну, будет, ну, будет объект класса файл-фильтр. Ну, да, просто, что его, как бы, реализация, ну, будет, ну, на самом деле, когда вы на этом объекте будете вызывать, там, асепт, на, вот тут метод, асепт, то будет, ну, будет выполняться вот этот кусок кода, который вы здесь описали. То есть, если вопрос больше про то, какая реализация внутри джавы, как бы, лямд, то там оно все сложнее, то есть, это, ну, в простейшем случае, в самом таком, ну, как бы, стрейтфорвард случае, это, на самом деле, будут неявно те же, как бы, как анонимные классы, как внутренние классы, да, неявно. Но есть и другие варианты, ну, более эффективные, по типу, там, неких статических методов, которые можно потом реализовать и так далее. Противическая конструкция с файл-классом. Что-что? Кто файл-класс? Если файл-фильтр, файл-класс? Да, но... Ну, во-первых, мы в основном говорим про интерфейсы, на самом деле, ну, то есть, потому что в основном интерфейсы мы заменяем на лямды, которых нету реализации. То есть, если у вас уже в классе есть реализация, то, ну, то зачем вам лямбда? Вот просто, если вы закрыли лямбда для наследования, то анонимные классы, по каким-силам... Это же просто про экласс. У нас есть классы. Ты не пробуешь снять? Я же говорю, ну, по-хорошему, если у тебя файл-класс, у тебя уже реализованы методы, правильно? То есть, у вас уже есть класс, и есть уже у него реализованные функции. Ну, то есть, а тут именно идея в том, что у вас есть некий фанкшнл-интерфейс. Есть даже такая аннотация теперь появилась, которая как раз указывает на то, что у вас есть интерфейс с одним методом, паблик-методом, и он объявлен как фанкшнл-интерфейс. И вы можете его, вы можете, и вы можете его как бы реализовать. Ну, с помощью... То есть, не обязательно его теперь реализовать как анонимный класс или как обязательно создавать класс. Вы теперь можете, имея просто интерфейс, ну, с помощью лямбда подсовывать его реализации различные. Вот, ну, собственно, вот этот слайд, который я говорил, то есть, какой же тип у лямбды, ну, то есть, какой же тип. Так вот, тип, на самом деле, поскольку в Java нет чисто, как бы, понятия как фанкшн, фанкшн-тайп. То есть, в Java все-таки лямбда, любая лямбда, она в итоге приводится к какому-то типу. То есть, в зависимости от контекста. Вот, например, то есть, вот здесь вот, да, вот в этом примере, вот эта лямбда, она будет типа runnable. То есть, она будет приведена к runnable, потому что сигнатура вот этой лямбды, да, сигнатура этой функции, она такая же, как сигнатура метода run внутри runnable. Соответственно, мы из-за этого мы можем сделать вот такое присвоение. Так же само здесь. Вот эта сигнатура соответствует сигнату, сигнатури метода call в колыбле, да. То есть, поэтому мы тоже можем ее заменить. Так же само компаратор, да. Компаратор мы можем заменить на лямбду, которая соответствует по сигнатуре методу, который внутри компаратора описан. Вот, ну, например, тут компаерер взумел, то через кого два параметра передалось, такой аргумент, а попереднее, ну, там, где вы фильтры показывали, где вы H переверяли, чуть больше, 65, как оно может працювать? Ну, что там буллин передает, по сути, ну, я его лично думаю. Где буллин? Фильтры. Ну, функцию, вот, Т, функцию фильтра, ну, точнее, во-первых, во-первых, в фильтр передается вообще предикат. То есть, вы передаете, ну, я потом дальше покажу, что такое предикат, ну, это, ну, то есть, появился такой интерфейс в Java, предикат, который как раз создан для того, чтобы, то есть, он что-то принимает на вход и возвращает буллин, да или нет. Ну, то есть, понятно, для как раз для фильтрации, но предикат. То есть, он как раз говорит, что определенный аргумент, он подходит условию, некому условию предиката или нет. То вот фильтр, вы должны передать, внутрь фильтра вы должны передать предикат. А вот этот предикат, он как раз реализуется, поскольку он functional интерфейс, его можно заменить на лямбду. И вот в лямбду, и уже конкретно лямбда, вот эта булковка Т, это будет типа transactions, вот тех transactions. Потому что это стрим транзакций. Ну, и потом, когда уже дойдем до кода, там будет более ясно. Просто я сейчас не хочу переключаться, потому что мы практически уже заканчиваем слайды, и потом на коде будет чуть-чуть более понятно. Окей? Ну, я покажу сигнатуру, и будет более понятно. Но вообще Т, Т это транзакция. То есть, конкретно Т это транзакция. А все вместе это предикат. А, ну, вот как раз мы не успели один слайд обижать перед твоим вопросом, но вот какие functional интерфейсы появились тоже в Java, в библиотеке, в пакете Java Util Functions и также Java Util Stream. То есть, появилась куча новых классов и куча новых интерфейсов. Вот, например, в Functions появились, это General Purpose функции, General Purpose functional интерфейсы, которые, ну, видите, они, например, предикат, да, он ни о чем не говорит, это не так, что ваша какая-то там доменная модель, да, то есть, предикат это все, что угодно. То есть, он принимает тип Т, то есть, все, что угодно, и возвращает Boolean. Ну, то есть, видите, такая абстрактная функция, то есть, такой General Purpose. Вы можете все, что угодно там придумать. Например, Function, вот, Function, Т и R, два типа. То есть, он принимает Т и трансформирует в тип R. Опять-таки, это может быть все, что угодно. Вот такие General Interface, General Functional Interface появились, которые вы можете использовать даже в дизайне вашего кода теперь. То есть, ну, и они же, конечно же, повсеместно используются в стандартных, вот, вот в этих вот всех стандартных методах на стримах. Вот, например, внутрь фильтра вы должны передать предикат. Внутрь мап вы должны передать функцию, которая мапит из одного типа в другой. Внутрь там, ну, сорта вы должны там передать, ну, компаратор. Внутрь там forEach, внутрь forEach, это как раз вот консюмер, который принимает и что-то делает. Вот он принимает S и выводит его в строку, ну, то есть, в выводы, правильно? То есть, оно не явно везде вот используется сейчас в новом API и все вот эти General Purpose Functional Interface. Но вы можете даже свой код, на самом деле, сейчас дизайнить уже с помощью этих функций. То есть, например, вам нужно какое-то преобразование сделать, да? То есть, написать какой-то свой маппер. То есть, он может отлично принимать на вход функцию. Ну, как бы, функцию, которая будет мапить из одного типа в другой. То есть, вам не надо уже самому, типа, писать интерфейс function, который будет принимать тип такой-то, переводить такой-то. У вас уже это есть, вам просто нужно будет потом реализацию написать, ну, к примеру. Так, что еще? Ну, и вот это, по-моему, да. Последний слайд, который говорит о том, что, то есть, многие из существующих классов тоже поменялись. То есть, ну, в связи под воздействием вот этих вот новых, нового API, которая появилась, и стримов, и лямбд. То есть, понятно, что поменялась сама библиотека. Поменялись известные вам там low-level интерфейсы даже, iterable. В него добавился как раз метод forEach. То есть, теперь вы на каждом iterable, ну, на каждой коллекции, в том числе, вы можете вызвать метод forEach, которого раньше не было. Так же само, ну, вот добавились методы получения стримов на коллекшене, добавились методы различные, comparing, then comparing, там, reverse на компраторе, которых тоже раньше не было. И вы спросите, если вы спросите за счет, как же можно было расширить существующие интерфейсы, если они, ну, не нарушив, не нарушив compatibility, backward compatibility, да, то есть, потому что все же вокруг используют компраторы, коллекшены и так далее. То есть, как можно в интерфейс просто добавить метод? То есть, мы же поломаем существующий код, правильно? Вот, то как раз для этих целей, ну, были придуманы дефолтные методы, так называемые, которые, ну, вот, то есть, я думаю, что мы можем сейчас уже перейти в код, там уже будет чуть более понятно. Вот, то есть, сейчас я покажу, вот, я жрю, примеры буду кода различные показывать, выполнение тех или иных, как бы, операций, да, причем, как мы делали это раньше и как делаем сейчас. Вот, но просто даже, ну, и в процессе мы как раз затронем то, что, возможно, было неясно из слайда. Вот, например, первый такой эксерсайз, это у нас был, ну, как бы в Java User Group, мы проводили такой ивент там, где, ну, и не только в Java User Group, на Java Day мы тоже в прошлом году проводили этот же такой, как бы, ивент, типа, лямбда с хакинг, на котором, то есть, вам нужно было написать код, ну, с использованием стримов лямбда, который реализует те или иные вещи, ну, то есть, типа, как тренировка, да. Но сейчас я просто покажу этот код именно, ну, причем нас по сравнению с тем, с old style, как мы делали раньше. Вот есть, то есть, тут видите, то есть, есть prior Java 8 и Java 8, пример. То есть, вот, например, первый пример очень простой, вам нужно, к примеру, вам нужно было вывести все слова, допустим, в каком-то листе, ну, просто, да, вывести все слова в листе. То есть, ну, это такой простейший пример. Раньше вы, ну, классический пример это for, по-другому, ну, как бы никак. То есть, for system out print line word, видите. Сейчас вы это можете сделать в word list for each, и тут, то есть, вы говорите word list for each, то есть, вы уже передаете респонсабильность самой, самого итерирования, вы передаете, как бы, библиотеке эту респонсабильность. То есть, это тоже немаловажный факт. То есть, это называется, как бы, external iteration, а это internal iteration, да. То есть, там вы сами полностью руководили. То есть, вы берете коллекцию и говорите, вот, и давай, и давай мне элементы. И сами дергаете элементы из коллекции, да. А здесь вы говорите, не надо мне давать элементы. Ты, вот, у тебя есть эти элементы. Я, я тебе просто скажу, что с ними сделать, а ты сделаешь. Ну, вот немножко такой, ну, семантическая разница в этом есть. Ну, отлично. Ну, то есть, как раз у вас есть, у вас есть коллекция каких-то типов, да. Да. То есть, вы, когда, когда вы пишете код по типу forEach на какой-то, на какой-то коллекции, да. То есть, вы, ну, вы подразумеваете, какой там уже будет тип. Ну, то есть, вы, вы знаете, например, у вас есть ли коллекция стрингов или коллекция, там, еще чего-то. Причем, ну, понятно, что этот тип, он, ну, сохраняется весь, весь ваш проверка стронг-тайпинга и все, весь type inference, он никуда не уходит. Наоборот, в этом-то и есть суть. Ну, то есть, в зависимости от этого как раз и резолвится, то есть, компилятор в зависимости от этого и понимает, подходит определенная лямбда вашему типу или нет. Да. То есть, если лямбда не подойдет по типу, то у вас просто оно не скомпилируется. Причем, пожалуйста, есть ли какие-то сзади, какие-то сзади, какие-то сзади, потому что, если у меня есть готовая имплементация метода, то наше завтра я буду просто из моей железы. Так само, например, так вот, воно же в середине так же, если у нас есть интерпретация, то воно в середине, как я делаю, то самое, что у Мерки-Кон. Ну, то есть, когда мы чуть дальше посмотрим, то есть, когда мы чуть дальше посмотрим на явное использование стримов, ну, когда вы говорите, типа, дай мне стрим, и потом какие-то операции на стриме, то тут, ну, действительно у вас, ну, вот если про Performance Grid, бенефит как раз в том, что, например, вы можете очень легко перейти от обычного стрима к паралл-стриму. Причем, ну, вообще без практически, ну, без модификации вашего кода, ну, то есть, одна строчка, да, зависит, ну, то есть, не так, что вам нужно передизайнить полностью вашу программу. Да, то есть, конкретно, если говорить про этот экзампл, конкретно про этот экзампл, то, по сути, это одно и то же, да, но именно, но главный бенефит, это, опять-таки, мы код же же пишем не только из-за его перформанса. Ну, то есть, если бы мы всегда думали только про перформанс, то, возможно, у нас бы вообще все было, ну, там, как бы инлайн в одном методе, и там с жесткими какими-то перформанс-твиками, да. Ну, то есть, главный этот бенефит, это в, ну, в readability, в mainability кода и в, ну, как бы, то есть, это больше как clean-код бенефиты, чем именно performance или еще что-то. Если можно, я прокомментирую. Тут даже дело не в том, насколько чистый код, потому что, если мы посмотрим на пример. Ну, да, тот тоже чистый. На этом маленьком примере, да. Тут вопрос больше в том, что меняется парадигма, вы говорите, что нужно сделать, а не как нужно сделать. То есть, в данном случае, вы говорите, что моя основная соль этого кода в том, что я хочу распечатать мои строки. И вы говорите, каждую строку распечатай, вместо того, чтобы большую часть кода писать, как пробежаться, как достигнуть одной строки и потом с ней что-то сделать. И это очень явно, когда у вас есть последовательность преобразований данных, и вы каждый раз делаете некие структурные приседания, наподобие, там, пробегания по мапе, из нее берете value, потом с ним что-то делаете. То вот в этом всем, проще всего было бы сказать, я хочу взять value из этой мапы и что-то с ней сделать. Но для этого всего приходится писать большие синтоксические конструкции, за которыми, к сожалению, в большом, теряется смысл этого кода. То есть, не то, чтобы сам код становится чище, а просто смысловая нагрузка, коэффициент смысловой нагрузки этого кода становится гораздо выше. Ну, причем, ну, я жрю, дальше оно будет явно видно, потому что, то есть, это самый первый экзампл, тут действительно можно еще воевать, сказать, а, блин, мне нравится такой код, он клинк код, действительно, отличный метод на самом деле. Это уже такое, практически придирка, да. Но дальше, когда мы посмотрим, то есть, дальше будет намного интереснее, тем, что то, что Коля сказал, да, то есть, будет практически нереально, вот, вот смотрите, даже здесь уже, но это еще ладно. Вот, допустим, даже здесь, вот посмотрите на этот код, вы можете сразу сказать, что он делает? Мы здесь слишком привыкли видеть такой код, поэтому я больше не скажу «да». Это очень хорошее название, перемены. Да, ну, ладно, ладно, будем идти, значит, дальше. Я понимаю, что здесь прокачанные люди, но будем идти дальше, по экзамплам, но все равно, да, то есть, даже здесь, даже здесь, вот, уже больше видно, а дальше будет еще более видно то, что, ну, опять-таки, во-первых, очень много конструкций, которых более плейд конструкций, да, то есть, например, первая строчка, создание рейлиста, то есть, вы уже беспокоитесь, какой будет лист, да, то есть, вы его создаете, это первая responsabilность. Вторая responsabilность, это вы думаете, как по нему проитерироваться, да, Да, то есть, ну, и, соответственно, третья, третья responsabilность, то, что уже когда вы итерируетесь по нему, вы думаете, что же вам делать с вашими элементами, да, вот, например, вам нужно в апперкейс их перегнать, да, ага, хорошо, это, как бы, третья вещь. И четвертая вещь, вы говорите, а ну, давайте теперь выведем этот, ну, как бы, лист в, в, ну, в аутстрим, да, то есть, да. Ну, вот, ну, да, то есть, ну, не хотелось бы, ну, опять так, нет, ну, смотрите, на самом деле, первое, что не хотелось бы, тут даже не дело в быстроте, тут дело в привычке, то есть, вам кажется, точнее, и может быть даже действительно быстрее писать такой код, и на самом деле я за собой тоже это замечал, потому что из-за привычки, потому что мы настолько привыкли его набивать, что вы даже не задумываетесь, вы можете сразу писать. Лямды пока что, вы по-любому будете задумываться, как вам это сделать, вот, но на самом деле это дело привычки и дело опыта, и going forward на самом деле, а даже сейчас есть люди, которые тесно работали с functional программингом и уже много работали с лямбдами, им быстрее намного написать вот этот вот код на стримах, намного быстрее, потому что, но самый, как бы, главный бенефит, да, это того, что, я говорю, во-первых, он намного более читабельный, да, и во-вторых, тут, я жрю, тут у вас, вы как бы получаете стрим, стрим, ну, на листе получаете стрим, и вы говорите, какие операции вы хотите на нем выполнить, какие вы операции хотите применить, все, то есть, я жрю, вы не говорите, как создать его, как по нему пробежать, куда вывести, ну, понимаете, то есть, вы говорите, у NEA есть лист, я хочу мап, перемапить все его элементы в uppercase и потом их сколлектить обратно в лист, ну, то есть, вы только что говорили слово, что, понятное дело, если вы будете переключаться на такой стиль, то сразу вам будет тяжело, потому что у вас рука будет мега тяжело, я, 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 я сам грешу, то есть, именно, ну, честно скажу, когда, вот именно, допустим, на каких-то ивентах есть какие-то алгоритмические задачки, которые нужно быстро что-то накодить, я реально, ну, то есть, из-за того, что rush, я, я беру и пишу в старом стиле, потому что я не думаю, я пока пишу, я, я думаю, как алгоритм должен работать, а иначе я буду думать, как мне написать, как бы, стрим этих операций, ну, то есть, и про алгоритм не будет времени, но это... Интересный способ, чтобы научить себя, надо запретить тебе выходить из chain of method, то есть, вот ты сказал стрим, и дальше следует... Ну, да, 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 и не имеешь, конечно, выйти из этой цепочки, пока не получишь конечный результат, но вот этот способ научить себя писать нормально на стримах. Еще, как я хочу сказать, это была очень красивая доповедь Венката, который приезжал на J.E.com, в принципе, на моем видео, я очень рекомендую поделиться, Венката, это очень ключевый меседж, что вам этот код кажется сложным и неприятным, чисто потому, что он вам не знакомый, это такая властивость людской психики, то, что у меня есть приемы, оно кажется важным. Ну, я очень рекомендую поделиться, это кто, и он поясняет, что если ты познайомишься, то оно станет на порядок качественнейше, чем то, что на песку звать. Это любимое оправдание тех, кто любит писать. Ну, быстрый вопрос, лучше вообще не дебажить, на самом деле. Лучше просто тестировать важко, но дальше я покажу, да, это будет, есть один прием, ну, то есть, это одни из таких, ну, действительно, трики вопросов, которые все любят всегда задавать, но я покажу, есть один прием, ну, то есть, описанный. Ну, да, ну, дебажить, да, но я говорю, лучше не дебажить. Ну, если вы уже дебажите, то значит, что-то пошло не так, правильно? Ну, как правило. Если вы задать вопросом, удобнее ли дебажить вот этот, этот, это достаточно хуже. Да. Потому что надо сделать, что хочешь? Конечно. Чтобы его дебажить. Ну, да, конечно. Ну, это да. Так, ладно, давайте, да, то есть, это можно чуть обсудить потом в перерыве, просто времени не так много, примеров много, ну, то есть, сколько мы успеем, столько посмотрим, поэтому, чем быстрее мы… Ну, просто, чтобы вам было понятно, что это до Java 8, а то в Java 8. вот, ну, то есть, на самом деле, это просто кастомная нотация, они ничего не значат, ну, то есть, это, ну, для читабельности просто. Вот, например, вот этот пример, вот смотрите, здесь уже интереснее, ну, вы, конечно, крутые, вы скажете, что понятно, тут все понятно сразу, что происходит, но здесь уже, смотрите, два фора, к примеру, в серединке там создается стринг-билдер неожиданно. То есть, для чего, ну, понятно, что если вы окунетесь внутрь фора, вы, может быть, и догадаетесь для чего. Потом у вас билдер toString перегоняется, ну, и в таком духе, да. То есть, на самом деле, что оно делает, нам просто нужно заджойнить, вот у вас есть лайны, строки кода, ну, то есть, строки текста, да, и нам нужно заджойнить третью строку с четвертой строкой. Вот у нас идет, ну, файл, и третья строка с четвертой, нам нужно их заджойнить. То есть это вот раньше вы так писали, да, то есть вам нужно было пропустить две строки, когда вы баффред-ридером шли, вам нужно было пропустить две строки, потом взять две строки, склеить, понятно, что вы хотите склеивать там через string builder, ну и так далее. То есть сейчас, даже я сделаю вот так вот, то есть смотрите, вот и все, да, то есть вы говорите reader lines, то что я вам говорил, появился очень удобный метод, вы сразу получаете стрим строк файла, все, вы уже на коне, как только у вас есть стрим, вы уже уху-ху, то есть skip 2, skip 2, вы пропустили две, две строки, limit 2, вы как бы ограничили две строки и потом сколлектили, заджойнили их, вот и все. Ну, то есть joining это, ну, мы дальше посмотрим, на самом деле это вид, один из предdefined коллекторов, то есть вот вы когда говорите collect, это значит, что, ну, вот тут, кстати, возможно, время сказать про то, что я вам говорил, что стримы, они лейзи, то есть они, ну, такие же, как и мы, то есть, и поэтому стримы, на самом деле, мы когда его получаем, у нас есть стрим, и мы говорим куче на нем операций, он не бежит и сразу их делает, да, то есть он их вешает на гвоздик и ждет, вдруг отменят, вот, то есть и вот эти вот различные операции, мап, фильтр, это он просто их запоминает, что ему нужно сделать вот такие преобразования какие-то, а есть операции терминальные, которые вот, например, collect, который уже говорит, все, стрим, хватит уже вот это играться, давай мне результат, ну, типа collect, я уже хочу сколлектить результат, так вот, коллекторов очень много разных, ну, есть много предефайн коллекторов, ну, и понятно, что вы можете и свой написать коллектор, ну, просто, что на самом деле их столько, что практически на все случаи жизнь, вот, но вот этот один из коллекторов, который умеет взять, ну, умеет брать и джойнить строки в единую конструкцию какую-то, причем он может это делать умно с префиксом, с суффиксом, с разделителем в таком духе, но я потом покажу пример, как раз на этот пример, потому что это очень, очень крутой момент, ну, есть отдельно примерно это, вот, теперь, например, надо найти, а, ну, или, я, конечно, могу не считать, что здесь, могу просто показать код и сказать, что здесь происходит, вот, ну, опять-таки, видите, while, внутри ifig, ну, то есть, можно, конечно, раскурить, но нужно чуть-чуть так напрячься и вникнуть, что здесь происходит, вот, вот, и сразу, ну, покажу пример того, а, было мне сразу это сделать, вот, вот, как на стриме, тут не нужно вам вчитываться while if, да, то есть, вы просто можете так и читать, строки, получили длину каждой строки, замапили, перемапили строку в длину, получили максимум, если максимума нету, ну, то есть, если, например, вот это тоже очень классный момент с optional, ну, потом мы посмотрим, что такое optional, если успеем, но, по сути, мы говорим даже fallback механизм такой, мини-fallback механизм, мы говорим, если нету, как бы, максимума, мы не смогли вычислить, то просто верни ноль, ну, то есть, там, не нал какой-то, не фейлься, там, ну, то есть, не так, что недетерминированное поведение, а мы четко говорим, если не будет максимума, дай нам ноль, все, то есть, все однозначно, видите, я даже, я даже не читал комментарии, что делает этот кусок кода, потому что здесь понятно, я могу читать, как бы, ну, стрим вместо комментария, так же самое и здесь, пропускаю комментарии, о, тут уже интерес, о, тут вообще страшно, оно даже не влазит в экран, видите, нет, нет, самый первый, сейчас будет давить в самом первом, кто, ну, какой вопрос, что такое ридер, нет, какой вопрос, ну, вот это, skip limit, не знаю, может быть, ну, вот, смотри, вот, я яркий, я тебе отвечаю, то есть, яркий пример, вот, например, может быть, и есть такая возможность, ну, к примеру, вот, я пришел, да, вот так в лоб, ну, то есть, просто в лоб у меня такая пришла идея, ну, как раньше мы это делали, ну, то есть, я имею в виду, на старом API, да, если вы так же самым придете в лоб, без мега знания хитрых методов внутри ридера, например, то есть, если вы просто придете в ланды, тут, тут у вас не будет вот таких вот, как бы, вариантов, там, как-то, то есть, у вас четко есть skip и limit, все, ну, то есть, тут однозначно все, ну, как бы, не, может быть, есть и метод, но я, если честно, даже не знаю, но ты, может, опять-таки, там очень зависит, какой вы ридер возьмете и так далее, ну, то есть, опять-таки, я не читаю комментарии, вот, пример лямб, там, где мы говорим, есть у нас, опять-таки, lines из текста, мы, ну, вот это, конечно, операция немножко такая сложная для мозга, для понимания, flat map, но, по сути, мы, ну, как бы, для, каждая строка, это на самом деле, ну, если его, ее посплитать, по рег экспу, то есть, это будет слова, ну, строку можно разбить на слова, правильно? И, соответственно, тут мы говорим, вот этой операции мы хотим получить вместо стрима строк, мы хотим их развернуть, эти строки, в слова и получить стрим слов, ну, понятно, да? То есть, мы тут, это, грубо говоря, у вас получается стрим стримов, ну, типа, как двухмерный массив, у вас есть строки и слова, а вы хотите их выровнять, ну, вытянуть в один стрим слов, вот это, тут происходит, это, потом, ну, опять-таки, это может быть непонятно только из-за того, что непривычно, пока что, но, если написать это хоть несколько раз, уже будет понятно, отфильтровали, слова, например, по лэнсу, то есть, то есть, мы, мы взяли, отсели все, которые пустые, но там могут появиться пустые, допустим, токены, пустые слова, мы их отсели, чтобы они нам не мешали, перегнали все в ловеркейс, эти слова, взяли их дистинкт, только не дублирующийся, отсортировали, сейчас мы посмотрим, как отсортировали, но факт тому, что отсортировали, вы уже понимаете, что оно как-то отсортировано, и сколлектили в лист, все, понятно, да, то есть, вы, по сути, взяли их, отсортировали в нижнем регистре, а вот это, это интересный момент, то есть, тут идет, тут идет, так называемая, как бы, ну, то есть, композиция, композиция двух компараторов, то есть, это уже такой functional стиль, как бы, то есть, это идет, либо композиция, либо можно называть, там, higher order functions, там, либо, ну, там, карирование, это чуть другое, но тем не менее, ну, то есть, ну, это больше functional, такие концепции, но, дело в том, что, надо понимать, что это просто композиция, то есть, вы как бы чейните два компаратора, вы говорите, сначала, comparing, вы можете даже просто читать, то есть, comparing int, length, то есть, сначала я хочу сравнивать по длине, то есть, отсортировать по длине, then, comparing natural order, то есть, это что значит? Сначала по длине, но если одинаковые по длине слова, то их еще и альфабетик ли, ну, отсортировать, понятно? То есть, это просто чейнинг двух, например, компараторов, друг за другом. То есть, вы, возможно, думаете сейчас, как это реализовано в коде, чуть-чуть, да, но немножко ломает мозг первый раз, когда смотришь, но, тем не менее, вот, просто, ну, посмотрите на конструкцию, важно, ну, я жрю, чтобы, ну, ну, прочувствовать, что, насколько оно удобно, как бы, другой вопрос, как оно реализовано, и как вам это реализовывать, но, это уже дело практики, но, вообще, то есть, вы говорите, компейринг, зэн компейринг, например, зэн компейринг, то есть, вы чейните различные компараторы вместе. Ну, 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 то есть, оно по умолчанию берет, да, по их, ну, как обычно. Так, сколько у нас там по времени, можно, в принципе, ну, я просто, сейчас, буквально, тут, тут два, по-моему, примера, и как раз мы сделаем такую логическую паузу, первый, и вы потом продолжим, ну, то есть, вот, например, такой пример, например, такой пример, он может быть не сильно, не такой страшный, как предыдущий, из-за того, что здесь нет внутреннего анонимного класса, но, переходя, переходя к примеру на лямбдах, тут, опять-таки, можно, не читая, что там происходит, можно сказать, что здесь происходит, то есть, lines, flat map, эта комбинация уже была, это мы знаем, что мы получаем слова просто, в тексте, потом мы их фильтруем, опять-таки, пустые отбрасываем, оставляем только трушные слова, и потом мы их группируем, видите, опять-таки, тут вот, когда нам нужно уже в конце сгруппировать в мапу, к примеру, мы говорим, collect, это уже терминальный оператор, мы говорим, вот теперь мы хотим все это сколлектить, но только как коллектить, я вам говорил, что есть очень много разных коллекторов, то вот один из них, это grouping by, ну, то есть, это мы группируем, то есть, у нас есть слова, и мы их должны как-то сгруппировать, и на самом деле, вот, что вам нужно знать, если бы вы это делали руками, грубо говоря, что вам нужно знать, чтобы сгруппировать слова, чтобы сделать операцию групп, вам нужно знать, что, по какому ключу, да, вам нужно знать функцию ключа, чтобы по элементу получить ключ, по элементу получить ключ, и потом, соответственно, если это одинаковые ключи, то это будет один bucket, ну, как в хэш-мапе там, да, то вот сюда вы передаете функцию, которая из элемента получает его ключ, Но здесь это функция identity, это, грубо говоря, сам элемент и есть ключом. А вот это вот, опять-таки, это тоже пример комбинатора такого, пример higher order function, когда мы внутрь функцию погруппировки передаем еще одну функцию, которая говорит, что же делать с... Это как бы downstream function, то есть она говорит, что делать с теми элементами, которые уже попали в какой-то bucket. То есть здесь, по сути, мы, когда сгруппировали по ключу, то если попало несколько элементов, мы берем их, просто считаем. То есть у нас получится мапа того, сколько определенные слова встречаются в тексте. Вот и все. Это базовые мы посмотрели примеры. Теперь еще у меня есть различные примеры. Есть еще примеры многие. Взятые, кстати, из очень замечательной. Я всем рекомендую, кто не читал, Андрей ее, когда Родионов рекламировал, книга Ричарда Варбертона про Java 8 Lambdas. Она так называется Java 8 Lambdas. Вот у него... Она на русском языке. Да, она есть на русском языке. На. Вот. То есть очень такая, в принципе, хорошая книга, небольшая. Не так, что вы там умрете, пока ее дочитаете. На самом деле ее можно прочитать буквально за день-два. Да. Я потом покажу в конце. Там ресурсы будут. Вот. И вот у него там есть очень много примеров, потому что он вообще такой классный чувак. То есть он принимал участие в разработке этих всех API. И, в принципе, он много тренингов читает, поэтому и так далее. Поэтому будет несколько его тоже примеров. То есть таких очень прикольных. Начнем мы, наверное, с... Ну вот, к примеру, такой маленький примерчик. Это то, как, например, класс, который вычисляет Fibonacci числа. Это самый такой наш классический пример, который часто показывают. Но тут именно очень основное, что я тут хочу, изюминку показать этого метода. Понятно, что это уже new style того, как вы потенциально будете дизайнить ваш код. Но вот, к примеру, когда... У нас есть некий кэш чисел Fibonacci, которые уже вычислены. Ну, то есть мапа. Обычная мапа в этом случае. И тут показан один из многих полезных методов, которые добавились в мапе... Ну, в восьмой Java добавились в интерфейс map. Очень много... Я советую всем посмотреть внимательно, какие полезные методы там добавились. Потому что они очень сэкономят вам те структуры, которые вы обычно писали для работы, по работе с мапами. То есть вот, к примеру, яркий пример метод compute if absent. Что он делает? То есть он говорит, что дай мне элемент Fibonacci x, ну, то есть число x, вычисленное число x. Если же его нету, то выполни вот эту операцию, эту функцию по его вычислению и положи его в мапу. То есть видите, сразу... Ну, то есть очень такая классическая операция, которую многие из вас писали раньше, как вы писали раньше. get, проверяли, если get now, тогда вычислить, положить в мапу и вернуть. Классический код. Я уверен, каждый из вас там с закрытыми глазами напишет, потому что это привычно. В этом случае тут, может быть, не так привычно, но намного удобнее. То есть оно и просто меньше кода, и, ну, не знаю, мне очень, как говорил мой один знакомый, лапидарненько выглядит. А, ну, и еще один тут ключевой момент. Очень красиво тестируется эта штука. То есть тестируется, заметьте, в тестовом методе мы говорим, вот наш ожидаемый sequence, Fibonacci sequence ожидаемый. И мы говорим, вот, кстати, пример, помните, я вам говорил, int stream range. Мы говорим, что я хочу пробежаться от нуля до, там, скольких-то элементов Fibonacci. Это range. Это мне возвращает просто аналог for по индексу. И говорю, что для каждого индекса, ну, там, от нуля до n, для каждого индекса, я проверяю, что то число Fibonacci, которое вычисляется моей функции, равно тому числу Fibonacci из вот этого predefined expected results листа. То есть очень, очень удобно. То есть вы видите, что лямбда не только используется где-то там в production коде, где нужно поработать с коллекцией. А лямбды, ну, и стримы очень удобные и в тесте тоже. Ну, то есть видите. Ну, мне, мне очень лично понравился этот пример, я решил с вами поделиться. Теперь, ну, там есть еще пару примеров, но я пока их пропущу, если останется время, потому что я не уверен, что время останется, буду показывать самые такие интересные вещи. Например, array generation, создание array. Ну, то есть вот вы видите классический пример создания array. Ну, и это не просто создание array, а наполнение его, например, элементами. А вот два примера, как можно сейчас это сделать. Только я этот пример сейчас учусь. То, как можно сейчас это сделать. То есть, и это реально то, что я, например, начал использовать, когда мне нужно создать array и наполнить его, например, там, какими-то дами элементами, но чуть-чуть отличающимися, там, по индексу, например. То вот, вот как я делаю. То есть, я говорю, я хочу, чтобы в array было от нуля до, там, n каких-то стрин, каких-то объектов. И потом вот этой функции map я на самом деле для каждого индекса я создаю этот объект. То есть, типа, перемапливаю, видите, какой трик. Перемапливаю индекс в сам элемент. И потом это все превращаю в массив. То есть, вот такой, типа, наизнанку подход. Не так, что вы сначала создаете array и его потом сетите в values. А вы берете, как бы, стрим values и его заворачиваете в array. Ну, вот так вот. А еще один момент, еще один вариант, более привычный, когда вы все-таки сначала создаете. Видно, да, там, в конце? Когда вы все-таки создаете сначала array, вот, например, int, int array. Но есть у вас еще возможность его наполнить элементами не последовательно, а параллельно. Причем вам не нужно, опять-таки, писать какой-то threading код. Вам достаточно просто сказать arrays parallel set all. То есть, вы говорите, я хочу, чтобы элементы моего array наполнились параллельно во многих thread. Ну, там, как правило, это будет столько thread, сколько у вас, ну, ядер в машине, да. То есть, вы хотите наполнить ваш array в многих потоках, а это функция, которая говорит, как же наполнять array. То есть, эта функция, ну, тут элементарная, тут мы просто наполняем его индексами. Но вообще вы можете здесь сказать по индексу создать свой элемент, например. И у вас параллельно будет заполняться array какими-то элементами. Это очень удобно, например, вам нужно какой-то dummy player наклепать, который будет, там, куда-то слать кучу каких-то объектов ваших, там, да. Ну, там, для тестовых пепосов, например. Вот можно это так сделать. Теперь, ну, и, опять-таки, тоже можете заглянуть в класс arrays. Там появилось очень много новых методов и полезных, которые вы, может быть, найдетесь полезными и будете использовать чуть ли не завтрашнего дня. Вот тот пример, который я говорил, покажу. То есть, уже был этот пример. То есть, кусок кода, который лично я писал много раз, я уверен, многие из вас тоже его писали. Когда у вас есть какая-то коллекция, даже стрингов пускай, и вам нужно их всех склеить в один какой-то output, ну, вот вам нужно их все всклеить, но вам нужно их склеить как-то красиво, да. Там, типа, через запятую, в каких-то там кавычечках, ну, очень часто были такие нужды, ну, была такая нужда, да. То вот обычно вы каждый раз писали вот что-то типа такого кода, каждый раз, одно и то же. Вот, и тут я, наверное, на другом примере покажу, тут очень классно, опять-таки, это вот из книги Ричарда, он показывает, как не просто, как сейчас можно то же самое сделать, а есть шаги рефакторинга, которые приводят вас от такого кода к коду в одну строчку вообще, вот приблизительно то, что я вам показывал в предыдущем. Но у меня будет отдельно пример того, как шаги рефакторинга сделаны, поэтому я, наверное, тут скипну, ну, чтобы сэкономить время. Но вот, по сути, там, step one, step two, step three и так далее. И в итоге мы приходим, а, ну, вот тут вот, тут как раз был рефакторинг с тем, что, ну, давайте я вот этот пример покажу. Вот сюда сейчас все смотрим. Вот этот вот пример, он практически законченный пример, то есть мы вот из того кода пришли к тому, что на самом деле мы берем этих артистов, ну, там, допустим, артистов, неважно, любой доменный объект, stream, и мы их перемапливаем в их неимена, потому что мы хотим именно по именам склеить их. И потом, вот это ключевой момент на самом деле. Тут мы говорим, что мы хотим их сколлектить воедино, используя вот такой коллектор. Вот тут пример кастомного коллектора. Например, мы написали свой коллектор, называется string collector, коллектор, в который передается суффикс и префикс, то есть мы, допустим, хотим их всех в скобочках сколлектить, и передается запятая, то есть что они все будут через запятую идти. Понятно, да? Вот. Ну, то есть это пример того, что мы написали, например, свой коллектор. Если, если такого нету в библиотеке, то мы через шаги рефакторинга идем-идем, мы выделяем вот то, что раньше у вас было прямо вот так вот в куче навалено. Вот это вот, тут все в куче, да? Тут нету никакого, ни паттерна, никакого, ну, то есть тут просто все в куче. Вот мы в лоб делаем, да? Здесь же мы вот это все свели к тому, что у нас сама функциональность абсолютно понятная, абсолютно понятная, что здесь происходит. Единственное, то есть у нас есть наш коллектор, у которого четкая респонсабильность, он умеет склеивать элементы, там, так как мы ему скажем, через какие-то разделители и с суффиксом, с префиксом. Покажу быстро этот коллектор. То есть этот коллектор тоже интересно реализовывается тем, что, ну, вот есть стандартный интерфейс-коллектор, который, он сложный для понимания, на самом деле, вот он, плохо видно на последних рядах, да? Но, короче, что здесь, тут наш коллектор имплементит интерфейс-коллектор, и он должен реализовать набор методов, которые отвечают как раз там за склеивание, за аккумуляцию наших значений, за то, в какую структуру данных они склеятся, за то, как они склеятся и так далее. И вот при реализации каждого из этих методов еще интересно то, что мы передаем, мы можем передать либо лямбду, либо какую-то существующую функцию. Либо какую-то существующую функцию. То есть здесь, видите, нету куча кода. Вот это просто более plate объявления переменных, а это каждый метод одна строка, на самом деле. Но мы передаем в реализацию другую функцию, которая у нас уже заготовлена где-то, например. Ну, другие методы передаем, как method reference. То есть мы, например, говорим, что у нас есть некий string combiner, который может вообще другой человек написать. И мы говорим, что мы будем использовать вот метод add этого string combiner, потому что вот этот вот коллектор, он типа такой, как general, ну, purpose, ну, типа. То есть, а тут string combiner, мы говорим, что у него есть конкретный метод add, две стринги, тут у нас есть метод merge, там, два набора string, и тут у нас есть метод, там, toString, который потом уже это все вываливает нам, ну, в стрингу. То есть вот там вот спрятано операции на string builder, к примеру, которые реально это все аккумулируют. Но видите, то есть получился такой и объектно-ориентированный код, как бы, и плюс использование, ну, вот, передача поведения, вот, ну, то есть ссылка на какие-то существующие методы другого класса, к примеру. А вот сам string combiner, ну, который вот такая темная лошадка, но он, видите, насколько далеко спрятан. То есть вот в этом коде вы даже не знаете, что он есть. Ну, и вам это не нужно, на самом деле. Вы раз написали ваш string collector, и все, и постоянно его используете. Но, чтобы подытожить, слава богу, что вам это столько кучи кода не надо писать, и опять-таки в каждом проекте, потому что уже за вас написали такой коллектор, ребята из Oracle, и поэтому вам достаточно, где это было, вам достаточно, а, ну вот, то, что я вначале показывал, уже есть такой joining, то, что ты спрашивал, что такое joining? Вот уже есть joining collector, в который вы передаете делиметр, префикс, суффикс, то есть он уже есть, но вообще он реализован внутри, так как вот я только что показывал приблизительно, как вы можете сами реализовать, но он уже есть, и я жюю, очень много существующих есть. Маленький такой пример, кто-то, может быть, не проникнется, потому что, ну, скажут, что это какая-то ерунда, но все с log4j работали, с логгерами, да, ну, то есть. И вот очень многие, ну, это классическая ерунда, это то, что очень часто, очень часто мы в коде пишем что-то типа, ну, логгер is debug enabled, узнаете? Дебаг, а? В intg. Да. Дебаг и какая-то expensive операция внутри дебага. Почему мы так делаем, ну, если мы используем, там, log4j и так далее, особенно раньше это было, ну, так принято, это вообще, это каждый уважающий себя проект имел эти is debug enabled, потому что, почему мы так делаем? Потому что мы не хотим, вот, допустим, вычислять вот эту expensive operation, которая здесь mega expensive, вернуть пустую строку, вот, но это просто пример. То есть мы не хотим выполнять expensive operation unless у нас засытуплен debug level, да? То есть если у нас не debug level, нам вообще не надо это делать, ну, то есть, понятно. Но почему бы не сделать, например, вот так? То есть почему бы не, вот если бы в log4j был метод debug, но который принимает не просто message, который он, ну, типа, выводит, а если метод debug будет принимать суплайера этого месседжа, то есть некий класс, некая функция, которая просто нам дает этот месседж, если мы попросим. Но просто так она его, как бы, не дает, но если мы попросим, она даст. Ну, то есть чувствуете разницу? То есть мы не прямо сам месседж даем, который мы должны вычислить каждый раз, а мы даем суплайера этого месседжа. И потом вот эта вот комбинация абсолютно валидная. То есть мы говорим, что только если debug enabled, тогда мы у суплайера берем get. И вот только вот в этой точке кода будет выполнена вот та expensive operation. Потому что иначе это просто функция, которую мы можем не вызвать, а можем вызвать. Если вызовем, тогда будет выполнена expensive operation. Если нет, то нет. То есть вот это просто пример того, как какие-то, ну, как ваш код, как какие-то существующие библиотеки могут эволвить, могут развиваться с использованием, ну, как бы, новых возможностей Java. То есть вы можете делать ваш API более удобным для программистов. Ну, благодаря вот таким новым niceties. Они так и называются, niceties. Теперь более такие интересные примеры в стиле, например, параллелизм, любимый ваш. То есть то, что я говорил, да, то есть сейчас очень удобно из последовательного кода сделать параллельный код. Одним движением руки. То есть вот пример того, как мы, ну, опять-таки простейший пример, но это может быть все что угодно. Когда мы хотим, то есть у нас есть какой-то там лист шейпов, да. И мы хотим взять только синие шейпы с синим цветом и посчитать их несуммарный вес этих там шейпов, к примеру, да. Ну, такая абстрактная задача. Ну, то есть, но мы это хотим, например, сделать не в один сред, а в несколько средов. То есть мы достаточно нам вот здесь вот сказать либо стрим, либо паралл стрим. И все произойдет само по себе. Ну, то есть раньше, просто пример того, ну, как, что раньше надо было сделать для этой простой задачи. Это вот надо было вот такой код написать. Он мне не помещается. Сейчас. О. Вот так вот. Ну, я упускаю вот здесь сам шейп класс, он нас не интересует. Но вот все, что вы видите вот тут вот, это пример, ну, собственно, ну, сам код по работе с forkJoinPool еще не такой страшный. То есть мы создаем, точнее, берем common forkJoinPool. Это тот forkJoinPool, который будет использоваться за кулисами, на самом деле, при использовании операции ParallelStream. То есть Java не будет каждый раз создавать новый, там, forkJoinPool, ну, она берет некий предефайн, который уже разогретый, на котором можно уже выполнять операции. То есть мы берем commonPool и мы загружаем в него рекурсивную таску и выполняем его. Ну, а вот это вот дальше, это все коды этой рекурсивной таски, ну, то есть, которая наследует рекурсивэкшен. Ну, и здесь мы, как обычно, там, форкаем, делим задачу напополам. Ну, это многим известно, да, выполняем правую-левую часть, собираем результат, ну, вот в таком духе. Ну, просто что, главное, что я хотел вам показать, что, да, раньше вам нужно было, во-первых, ну, более-менее разбираться в, там, forkJoinPool, в этих рекурсив тасках, просто в рекурсив, там, алгоритмах каких-то, ну, то есть, на более сложных примерах. Сейчас не обязательно. Но, с другой стороны, вот я тут написал, что benefit того старого и прочего, что вы, по крайней мере, разберетесь с forkJoinPool, возможно. Ну, чуть-чуть, познакомиться. Дальше, то есть, это по параллелизму. Теперь рефакторинг, то, что я говорил. То есть, есть вот один пример классный на рефакторинг, например, существующего кода по степово. То есть, ну, опять-таки, по-хорошему на это можно чуть ли не целый доклад делать по рефакторингу. Это, на самом деле, достаточно сложная тема, особенно, если сложные какие-то куски кода, они надуманные. Но представим, то есть, представим, вот у нас есть long task, там, интерфейс long task finder, который там, long track finder, который там находит, у него один метод, который берет там набор альбомов. Ну, это из доменной области, там, альбомы, музыканты, да, там, треки, понятно. В принципе, она всем знакома. То есть, мы берем набор альбомов каких-то, и мы должны найти длинные треки в этих альбомах. То есть, вот такой код мы бы раньше написали приблизительно. То есть, мы идем по альбомам, итерируемся в одном цикле, потом итерируемся в другом цикле по трекам каждого альбома, проверяем их длину. Ну, если длина трека больше 60, мы запоминаем, кладем в мапу имя этого трека, и потом возвращаем мапу. Ну, опять-таки, как вы скажете, очень привычный код, который можно написать быстро. Но можем ли мы сделать его лучше? Давайте попробуем. То есть, первый степ, ну, опять-таки, на самом деле, вы понимаете, то есть, это не единственная возможность рефакторинга, и не единственный рецепт, но это один из вариантов. То есть, мы говорим, что каждый раз, где мы заменяем форы, вот те, которые наши форы, мы заменяем их на forEach для начала. То есть, мы говорим, что есть альбомы, хорошо, берем на них стрим, и говорим, что для каждого альбома, forEach, для каждого альбома, мы получаем стрим треков. То, как, заменяем просто форы. Стрим треков, и теперь для каждого трека мы выполняем вот этот вот кусок кода. Что если лэнс бот, это без изменений кусок кода. Теперь, то есть, заменили на стрим, и стало вроде еще хуже, да, но это временное явление. Это абсолютно нормально, то есть, если в процессе рефакторинга у вас промежуточный степ какой-то страшный становится. Главное, чтобы у вас были тесты перед рефакторингом. Теперь, теперь вы, наоборот, начинаете изнутри, изнутри все это как бы переделывать. То есть, вы смотрите на внутреннюю часть, которая, по сути, в чем она заключается, внутренняя часть. Вот эта, смотрите, вот эта часть. В чем она заключается? Да, то есть, эта часть заключается в том, что мы просто берем, бежим по трекам и фильтруем их, ну, и все, собственно. И поэтому, почему бы не, а, ну, и берем их не имена, ну, типа, из треков имена берем. Почему бы не заменить это на известную нам уже, на известные нам методы стрима? Фильтр, getTracksFilter, сначала фильтруем по лэнсу, потом мапим на имя, то есть, и потом для каждого, там, forEach, для каждого этого имени трека мы его добавляем в мапу. Пока что так. То есть, но, ну, уже мы заменили, мы внедрили фильтр мап, да, но все равно у нас остается два вложенных forEach. Что же мы можем сделать с этим? Если мы, заметь, если мы посмотрим вот теперь вот сюда, например, то что здесь происходит? Тут, по сути, мы, видите, бежим по одному стриму и для каждого элемента разворачиваем новый стрим. Это не напоминает вам то, что я говорил про флэтмэп, когда мы из стрима стримов мы можем просто получить стрим. Вот тут мы это схлопываем в один стрим и говорим, что для альбомов с помощью флэтмэпа мы можем сразу получить стрим треков. Вот уже такой кусок кода. Смотрите, уже практически, практически единый message chain у нас получился. Но еще остается вот это вот nasty set, да, track names, в который мы, то есть мы его создаем вначале и потом в конце мы в него forEach им пихаем. Вот здесь вот. ForEach им мы, ну, запихиваем элементы в этот set. Но вы знаете, что есть у нас же коллектор, который может в конце сколлектить нам set. Зачем нам его создавать и потом в него руками это все делать? Поэтому мы просто заменяем на вот такой один message chain, который уже для вас знакомый. Мы берем стрим, флэтмэпом разворачиваем его на альбомы, фильтруем альбомы мы, берем имена альбомов и складываем их в set. Все. Вот, вот, как бы, такие степеры факторинга, которые нас могут привести к нашему известному коду нам сейчас, к более такому флюент коду с использованием стрима. А, да, реализация этого сайта, то есть там, ну, что было диалог по правильным методам, а у нас снимаешь. Реализация чего? Ну, вот, там hash set. Ну, да, ну, ну, вот to set. То есть то, ты имеешь в виду, какой конкретно создастся set? Ну, это вот от нас скрыто, то есть, но внутри, вот, внутри метода этого коллектора to set. То есть to set это коллектор, уже predeфинент, который берет, создает, он внутри себя создает hash set и в него складывают элементы. Ну, мы знаем, почему каш set входит, а что требуется? Ну, как что требуется кастомный, есть коллекторы, которым вы говорите, что я хочу вот свой кастомный. Хоть вообще кастомный, не то, что там даже три set, а хотите свой set. Просто вы его как суплайером потом, ну, подаете на вход. Но, еще раз говорю, возможностей много. Есть и коллекторы, которым вы говорите, какой вы хотите, какую вы хотите коллекцию, как, ну, как суплайер. А в самом таком критическом случае вы вообще можете свой коллектор создать, как, ну, был пример. Но это самый критический случай. Нужно стараться сначала найти существующий вариант. А, ну, и тут еще тоже интересный момент, как, вот, например, возможный способ тестирования. Вы, например, ну, неожиданный просто такой вариант, когда вы создаете, вам, допустим, нужно проверить, что все вот эти вот ваши степы, ну, вот, ну, это надуманный, конечно, пример. В жизни вы навряд так будете делать, но вот в этом конкретном случае это прикольно. Тем, что вот у вас каждый вот этот степ, он здесь реализован как отдельный класс, который должен вести себя одинаково, ну, потому что это и факторинг, правильно? То есть каждый степ, он должен быть идентичный. Вы говорите, хорошо, мы подготавливаем array вот этих вот, скажем, инстансов, вот этих вот степов. Вот, видите, лист, ну, тут, может быть, тяжело чуть понять, но здесь arrays asList, ну, это всем известный метод asList, и здесь вот идет просто через запятую инстанс каждого степа, ну, точнее, даже не инстанс, а суплайер, который будет давать вам этот инстанс. И вот этот суплайер, его можно реализовать, поскольку это functional интерфейс, мы его можем реализовать либо ландой, либо мессед референсом. Вот это вариант мессед референса, который ссылается на конструктор. То есть мы говорим, что у нас будет набор суплайеров, которые будут нам поставлять через конструктор инстансы наших степов. И потом мы для каждого вот этого степа мы делаем forEach, forEach и, ну, и делаем тестирование. Типа мы проверяем, что вот этот вот кусок функционала, вот эти асерты, они должны быть выполняться для каждого степа. Ну, вот как пример. Конечно, это можно все по-другому сделать, но просто интересный вариант, как мы подготавливаем, ну, типа набор степов через, как суплайеры, и потом пробегаемся forEach по нему и асертаем, ну, каждый из этих. А, ну, и, наверное, последние примеры из этого цикла streamable land, это ООП немножко примеры. К примеру, паттерны ООП есть, ну, всем известные. Ну, например, pattern command, кто знает. Есть pattern command, к примеру. Сейчас я так шу. Ну, начнем, то потом мы используем, это самое интересное. Но вот, допустим, с чего начинается. Есть некий action. Есть некий action, это есть наша команда, как бы, да, некий action, у которого, допустим, один метод perform, вот там наверху. Видно нормально или нет? Ну, то есть обычный action, который из-за того, что у него один метод, мы можем сказать, что это functional interface. И, соответственно, мы сразу уже чувствуем запах использования лямб. А как только у нас есть functional interface, мы уже потираем руки, что можно будет, возможно, его заменить где-то на лямб. Вот, то есть есть у нас action. И, к примеру, у нас есть три action, там, create, update, delete. Раньше, ну, мы по-любому создавали три класса, create, update, delete. Ну, или, может быть, не по-любому, но, как правило, мы создавали три класса, которые реализовывали этот action чуть-чуть по-разному. И, к примеру, каждый из них, представим, что каждый из них, например, делегировал реальное выполнение к какому-то DAO, ну, например. Не суть, к какому-то другому классу делегировал выполнение. Ну, вот, простые три класса, которые, ну, вообще идентичны, видите? Причем у них очень много такого boilerplate кода, да, который, по сути, ну, никому не нужен. Мы просто должны реализовать action. Ну, а на самом деле все, что они делают, они просто редиректят, делегируют к другому классу, к другим методам, на самом деле. Теперь, ну, вот DAO какой-то, ну, понятно, ну, там, dummy DAO, которая ничего не делает, но там выводит что-то в строку. Вот, и, ну, и есть процессор, это точка входа. Точка входа в это все, которая, допустим, у процессора есть много экшенов каких-то, и он может их выполнить как цепочку экшенов. Сейчас он вылезет. Вот. То есть и процессор может их выполнить как цепочку экшенов. Actions for each action perform. Причем тут уже, ну, лямбда проскакивает, но это еще не суть, не суть вопроса. То есть тут, тут просто мы как бы выполняем все эти экшены. Так вот, переходя к сути этого паттерна и его, точнее, использования. До Java, вот так я думаю, что будет видно. До Java 8, да, вы бы как делали? Вы создали процессор. Ну, допустим, создали DAO, но это не важно. И вы в процессор добавляете экшены. Причем каждый раз, когда вы добавляете экшен, вы, ну, должны получить инстанс какого-то экшена конкретного. Create, update, delete, да. Ну, и потом выполняете их. В Java 8 вы можете избавиться от, вообще избавиться от вот этих вот трех классов, к примеру, create, update, delete. То есть вам они не нужны, в принципе, на самом деле. И вы можете это все заменить тем, что вам достаточно интерфейс, functional interface, action, и вы говорите то же самое, создаете процессор, и там, где вы говорите добавить экшен, вы добавляете не инстанс какого-то класса, конкретного класса, а вы просто передаете method reference. То есть оно может казаться, что это вообще передается что-то другое, потому что мы там ожидаем, ну, типа, экшен конкретный, а мы передаем method reference. Но на самом деле, на самом деле, вот этот, этот method reference, он является сигнатура каждого из вот этих методов, она подходит под сигнатуру вашего, вашего экшена, вашего интерфейса экшен. И, соответственно, вместо экшена вы можете просто передать, сказать, ну, вот конкретное поведение вы передаете. Вы говорите, добавить один экшен, который будет create делать, другой экшен, который будет update делать на DAO, и третий экшен, который будет делать delete на DAO. Без, без описания конкретных классов и инстанциирования ихнего. Ну, уловили чуть-чуть суть, да? И похожий пример со стратеги, паттерном стратеги. Паттерн стратеги, в чем его тоже суть? Опять-таки, у вас может быть какая-то стратегия. Например, а, это, кстати, из одного из доджа, который мы не так давно играли, то есть там был Game of Life, а, нет, даже Game of Life это было еще перед этим, а было самое последнее, это было доджа, вот это 2048, вы знаете, там, где нужно склеивать эти двойки, четверки, но степени двойки, да? То вот, к примеру, у вас есть стратегия в этой игре, ну, когда вы бота своего пишете, у вас есть стратегия, как же вы будете вычислять следующее ваше движение, ну, типа, оптимальным образом. Вот, к примеру, у вас есть такая стратегия, как интерфейс объявленная. И, опять-таки, это function интерфейс, который принимает состояние, ну, состояние вашей доски и говорит, куда вам повернуть, влево, вправо, вверх, вниз. И у вас, может быть, раньше вы всегда писали, допустим, две реализации, опять-таки, например, там, ну, не обязательно две, n реализации, там, каждая реализация была отдельным классом, который реализует интерфейс, ну, классический подход, видите, dummy random strategy, к примеру, рандомно мы двигаем, и какой-то там, например, max weight strategy, там, допустим, высчитываем вес, и относительно этого делаем вывод, куда оптимальнее двигать. Ну, это не так важно, сама суть, но у нас было две конкретных стратегии. И у нас был solver, это вот, ну, главная какая-то точка входа, solver, у которого есть стратегия, и мы говорим, реши там проблему, грубо говоря, он там что-то там делает, но один из его степов, он берет strategy и вызывает этот метод calculate next step, то есть он хочет вычислить следующий степ на основе состояния борда. Так вот, так вот, до Java 8 мы говорили как? Так, мы говорили, создай нам solver внутрь, заинжептили конкретную стратегию, ну, там, new max weight strategy, ну, и solve problem. Сейчас, опять-таки, вместо, ну, идея та же, что вместо создания нам не нужны даже, ну, не обязательно, скажем так, никто вас не запрещает. Иногда это более удобно, ну, то есть это не обязательно анти-паттерн, но просто это вариант как можно по-другому. Если для вас не важен сам класс этого конкретной стратегии, если он на самом деле реализует одну единственную функцию, которую не так, ну, не так сложно либо заинлайнить, либо, может быть, она уже где-то у вас реализована в другом вашем классе, то вы можете вместо создания класса и инстанциирования его, вы можете просто передать либо лямбду, если это простейшая стратегия, например, рандомная стратегия, ее можно в одну строчку написать просто random и там вернуть, либо вы можете перенаправить, ну, подставить метод уже существующий, какой-то, например, random move, который у вас уже где-то есть, ну, к примеру, то есть у вас есть метод какой-то random move, вот, например, вот он, просто с той же сигнатурой, вот и все, вы его можете заюзать, то есть это позволяет более реюзать код, например, у вас есть уже какой-то код, ну, отлично, так вот возьмите его и вот ваша стратегия уже, зачем вам обязательно плодить классы, правильно, не обязательно, не, иногда вы можете, конечно, вам никто не запрещает, но если в этом есть нужда, то да, если нет, то зачем, вот он приходит, это может быть не обязательно, в моем случае, это string, но это может быть board реальный, но смотрите, тут нужно так мыслить, это просто ссылка на некий существуй, это как референс на существующий метод, вы по этому референсу идете в этот метод и смотрите, и смотрите на него, и что вы видите, вы видите, что вот он этот метод и видите, какой у него параметр и видите, что он возвращает, вот он, вот параметр. И последний пример, более такой, ну немножко мощный такой, это типа template method, ну, опять-таки, вот это, наверное, с паттерн, который чуть ли не больше всего может видоизменяться с приходом там лямбды, стримов и всего остального, но один из вариантов, как он может эволюционировать. Это вот, к примеру, сначала показываю all the approach. Например, например, есть какой-то, а, ну вот, абстрактный класс, loan application, который высчитывает там ваши суды типа, и есть у него классический метод какой-то, template method, который юзает некие абстрактные методы, которые ему потом должны реализовать его, его наследники, да. Ну вот это такой, это по книжке, типа, пример, как бы template method, типа, как раньше. Раньше для этого чуть ли не служил абстрактный класс с абстрактными методами, типа. есть, ну, опять-таки у вас несколько реализаций. Personal loan application, company loan application со своими рулами, какими-то, неважно, какими. Ну, вот так вот, да. Тут даже я не показываю пример использования, потому что важен именно этот момент, что вот есть такой абстрактный класс, с абстрактными методами и есть несколько реализаций. В новом и прочем вы можете чуть-чуть мыслить по-другому. Оно покажется более, как бы, может быть, confusing. Но вы можете мыслить, во-первых, про loan application. Вы можете мыслить так, что у вас это не абстрактный класс с абстрактными методами, которые обязательно вас вынуждают использовать на следование. А вы можете мыслить тем, что у вас это конкретный класс и вот его рутина, которую он выполняет, но вы ему передаете на вход различные, ну типа как движки, различные вот эти вот критерии, по которым он делает вот эти вот вычисления. Причем вот этот критерия, вот это уже, это уже распонсабильность клиента подставить нужную как бы стратегию, нужные критерии, ну поняли, да, что я имею в виду. Но здесь он просто он берет те критерии, которые ему инжектятся и их юзает. Теперь, дальше, если мы хотим его по-разному юзать, мы, например, можем создать класс, опять-таки конкретный, но он, этот класс, он не будет, ну типа как реализовать абстрактные методы, а он просто будет подставлять, то есть вот company loan application, у него есть некий company, там, допустим, процесс, ну company, не там какой-то класс, у которого много методов специфических для компании. И вот он просто подставляет, инжектит вот сюда в этот главный движок, в template, этот method, как бы, он инжектит конкретные функции в виде method reference, конкретные функции по вычислению тех или иных критериев. Он их инжектит туда. и после этого вы его можете использовать вот таким образом, то есть вы можете вот на второй пример, смотрите, даже вот так, вы можете сказать так, что вот у вас есть какой-то company, ваш вообще класс, доменный, который вообще ничего не знает про стратегию. У вас есть, вы создаете loan application, ну, как, а, это, блин, не, не этот пример, это, это более продвинутый пример, вот этот первый пример сейчас. Там, где вы все-таки еще используете конкретный класс, то есть вы говорите, я создаю вот, я создаю company loan application с company, вызываю метод, а внутри он вызовет вот template метод и передаст в него реализацию, реализацию стратегии, критерия из этого, из этого company класса. Но вы можете сказать, что это, в принципе, то же самое, что предыдущий случай, потому что мы все равно создаем свои конкретные реализации. А есть более продвинутый вариант, когда мы создаем прямо вот тот вот loan application вот здесь вот и в него сразу же, сразу же инжектим как функции, которые мы хотим подставить вместо вот тех критериев по вычислению. То есть мы подставляем свою функцию check identity, мы подставляем свою функцию check history, мы подставляем свою функцию check profit and loss. Так же само любой другой клиент, он точно такой же будет у него код, только он здесь подставит свои функции. То есть без создания своих классов, ну то есть необязательно создавать свой класс. Ну это, конечно, тяжело, я понимаю, понять, возможно, кто-то упустил нить этого разговора, но потом вы можете посмотреть на эти примеры кода по спокойствию in privacy of your own home и подумать. Ну и все, наверное, по лямдам и стримам. То есть я еще хотел, но, наверное, я это уже не буду делать, потому что время закончилось, чтобы никого не задерживать. Я еще думал показать по date and time, но это будет, наверное, в следующий раз, если мы встретимся. Вот, то есть просто я хочу 15 минут еще потом, как Тарас говорил, рассказать про GSR немножко. Ну давайте, пока, может, вопросы у кого-то по лямдам и стримам. Я хочу наше уточнити, например, якщо мы в метод приймаем якийсь объект, экшен, всередині прикрукаем нему якийсь метод, то по данным мы можем передать туда будь-який метод, точнее, будь-який метод будь-якого объекта, якщо ассигнатура співпадает, и це выполняется, так? Тут работает просто область видимости, то есть если вы в том месте, где вы лямду вашу пишете, то есть и хотите передать какой-то метод, про который вы говорите, если там у вас есть доступ к этому объекту или классу, если он вам виден этот метод оттуда, то да, вы его можете вызвать. я живу, если задумаетесь, это просто представьте, что вместо лямды вы бы писали анонимный класс, к примеру, то есть тут бы работала область видимости, то, что вы могли сделать в анонимном классе, то вы можете в лямде в принципе сделать. и совсем меньший тип из иерархии представить и направить, то это может быть какой-то последовательности типу, или как-то нет. Вопрос в области видимости туда, какие есть рекламенты для того, чтобы можно вместе лямды, что я могу вставить? Мне нужно только, чтобы параметры, типы параметров и возвращаемые значения совпадали, или мне еще нужно, чтобы имя совпадало, чтобы интерфейс был, вот в этом вопрос. Да, да, чтобы этот объект, точнее, что ты говоришь, что можно, например, анонимный матерство я не могу в какой-то анонимный класс, что я неспорный, в общем, в инши иерархии знаходится. Он должен хотя бы унаследоваться интерфейс клинг. И если туда вымагается, то это чилда передатка. Смотри, я жрю, то есть, может быть, я не совсем понимаю, что неясно, то есть, тут два момента работает. Первый момент это совпадение, это не, первый момент, это то, что я жрю, каждый лямбда экспрессион, он в итоге, вот в том месте, где вы его там хотите подставить, он будет приводиться к тому типу по контексту, который там ожидается. Он будет приводиться к функционал интерфейсу какому-то, предикат, функцион, или какой-то ваш функционал интерфейс, например, action, то есть, это первое, то есть, что у вас лямбда по-любому будет приводиться к тому типу, который вы там типа ожидаете. что, да, сигнатура важна, имя не важно, но сигнатура важна именно входные параметры, выходные параметры, чтобы они матчили сигнатуру того метода в том функционал интерфейсе, который вы хотите использовать. Ну, а в плане того, что, ну, там, что можно использовать или нельзя использовать, я же говорю, ну, представьте, например, action, на примере action. Или где, где там был action? Action, 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 это что, это command было, вот тут, ну, например, допустим, вот, вот тут вот, видно или нет? То есть, вот тут вот вы ожидаете, что? Вы ожидаете action. К примеру, вы говорите new action, ну, вот это типа анонимный класс вы создаете, да? И тут, что мы хотим сделать в этом action, это вот из нижнего примера. Мы, например, хотим вызвать вот этот dao create, видите? ну, вот, это, это пример книжними, лаву. Сейчас, пример книжними, ну, вот этот, имею в виду. Сейчас. Ах, сейчас, я его не скопировал, видимо. То есть, вот, мы создаем этот action, анонимный, типа класс, и тут мы говорим, у нас dao тут уже есть, видите? Оно видно нам. Мы говорим dao, create, ну, ну, да, и все. То есть, то же самое. Да, вот это вот один, один, один. Поэтому, ну, ладно. Хорошо, тогда, да, есть еще какие-то вопросы? Или мы? Самое по цьому ходу, что-то из загального, можно? У меня, ну, можно? давай. Первый, вот, когда мы переходили, там, с Java 6, на Java 7, и была такая стандартная аппликация, звичайная, то, зазвичайно, такие прики давали performance boost. Наверное, не меняющим ничего в ходе. Если таке самое сделано с Java 8, то перейти с Java 7, на Java 8, там среднего типу аппликации, я понимаю, performance это понятие такое растяжимое, оно по-рознему вымиряется для разных типов кодов, но средняя аппликация, где-то довольно много кодов, на разные пакеджи юзается, хоть какие-то приблизные оценки, это performance, когда с Java 7, на Java 8 перепрыгиваете. Но, взрослое, падает, не мает какой-то цель? Я могу только сказать, что, конечно, возрастет, но если ничего не менять, но насколько это уже, но это больше даже не, это вопрос не конструкциям, сами понимаете, языка и KPI, это вопрос к тем твикам в GVM, которые были сделаны из одной версии в другую, но, а эти твики постоянно происходят, то есть GVM, ну, ее постоянно улучшают. Насколько, это уже другой вопрос, но ее постоянно улучшают. как бы. Ну, да, то есть, во-первых, ну, на нашем, ну, да, хороший вопрос, то есть, не так давно мы делали переход, когда-то у нас одно приложение еще крутилось на пятой Java, причем, самое плохое, что она крутилась не на Oracle-овской, а на IBM-овской пятой Java, и нужно было перейти на Oracle, ну, на то время на седьмую Java мы мигрировали, и там было, конечно, намного больше геморроя, ну, в первую очередь из-за того, что IBM паковал в Java, в JDK куча всего дополнительного, ну, другого, чем Oracle, чем Oracle, в JDK, и оно юзалось, и, соответственно, при переходе какие-то классы пропали вообще, ну, там, еще что-то, то есть, то был, конечно, pain. Сейчас мы как раз делаем миграцию одного приложения с шестой Oracle Java, и на восьмую уже Oracle Java, и, в принципе, в основном, оно smooth, но основные, вот, то, что мы конкретно натыкались, вещи, это, ну, на самом деле, вы будете смеяться, но главный геморрой это версии библиотек и версии плагинов, которые очень часто, они, типа, ну, не поддерживают новую Java, особенно плагины, связанные со static код анализом, потому что они вообще, если видят восьмую Java, они же заточены на анализ source кода, они, типа, говорят, мы вообще не знаем там этих конструкций или еще чего-то, вот, но и сами библиотеки, некоторые тоже, из-за того, что некоторые библиотеки используют очень low-level там разные штуки, Java, например, одно из, на то, что мы натыкались, это introspection API, который чуть-чуть поменялся в Java 8, то некоторые библиотеки, ну, там, по-моему, free market библиотека в комбинации со spring, она не дружила, ну, и надо было там твикать эти версии, ну, типа, free market, и, ну, еще, еще последнее, самое такое, well-known штуки, это то, что поменялось, то, что поменялось, порядок элементов, например, там, в хэш-мапе, или там, вот этот прикол, то есть, ну, опять-таки, все зависит от того, насколько ваше приложение красиво написано, если оно написано четенько, то переход должен быть практически вообще без смуз, ну, без ничего, то есть, если, например, у вас где-то, вы каким-то образом затачивались на порядок элементов в хэш-мапе, что глупо, в принципе, то у вас будут проблемы, потому что он поменялся, к примеру, этот порядок, и еще один момент, на который я было натыкался, тоже смешной, если у вас был написан криво компаратор, например, для три-мапы, к примеру, то тоже там есть проблемы тем, что он стал тоже по-другому использоваться, то есть, теперь при добавлении в три-мапу первого элемента он сравнивается сам с собой, ну, типа, ну, так сделали, и поэтому, если у вас в компаратор был написан так, что он не заточен на то, что вы можете сравнивать себя с собой же, то вы упадете, ну, если у вас компаратор написан нормально с проверочкой, типа, если object равен objectу, то значит true там, или один, то есть этот ноль, тогда все нормально, ну, вот такие моменты, но минорные моменты, в принципе, и большинство связано с версиями.